Поддержка бизнеса, налоговые новшества, блокировка счетов. Сегодня в администрации округа прошла деловая встреча муромских предпринимателей с представителями контролирующих и проверяющих органов области. Обсудили законодательные нововведения, которые затронут бизнес уже в этом году. Подробности у Анастасии Беловой. Одним из вопросов повестки дня стали изменения в порядке оценки недвижимости в регионе. Созданный в 2018-м Центр государственной катастрофы оценки Владимирской области в этом году оценит свыше 200 тысяч объектов, в том числе предпринимательства. Оценка затронет предприятие за чертой города, например, автозаправки на трассах. 31 августа принято решение прошлого года о том, что в этом году, в 2019 году, будет произведена оценка земель сельскостного значения, земель коммерческого, земель особого охранения. Мы также произведем подготовку к оценке объектов капитального строительства. Обсудили и нововведение налогового законодательства. Так, в январе вступила в силу поправка, которая освобождает от штрафов добросовестных НДФЛ-агентов. Она будет уже закреплена, эта поправка в налоговом кодексе. То есть, это закрепляется позицией Конституционного суда о том, что налоговых агентов нельзя штрафовать за непреднамеренную техническую ошибку. Говорили и о санитарных проверках. Представитель областного Роспотребнадзора рассказал о системе ХАСП, которая обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов. Она должна быть внедрена на предприятиях, занимающихся производством или реализацией продуктов питания. Также муромским предпринимателям рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе и о том, как действовать в случае блокировки счетов банковскими организациями. Анастасия Белова, Александр Симонов, Новости Муром.